Планировать, чтобы таблет вами, чем-то заниматься. Да, она очень рада. Ну, тоже как хорошо. А еще совсем недавно Гузель Габдулова не могла планировать даже завтрашний день. С каждым самочувствие ухудшалось. 10 лет назад врачи поставили диагноз аутоиммунный гепатит, воспаление печени. Все годы на таблетках. Нужна была пересадка печени. В этом году, 13 мая, встала в очередь. Уже через день ей нашли донора. Сейчас, конечно, еще есть ограничения в еде, в физических нагрузках. А так уже чувствую, что впереди ждет такое хорошее. Уже не боишься, что что-то с тобой случится. У нее и настроение изменилось, и тяга к жизни появилась. У нее интересы появились новые. В этот же день операцию по пересадке печени провели и Виталию Романову. В листе ожидания стоял целый год. Сразу в Москве и в Казани. Уже сегодня очередной осмотр после операции. Я намного лучше чувствую, чем до боли, когда он болел. То есть тело дышит. Больше смотреть, стал как-то радоваться, больше стал. Нет такого, что как-то все плохо утром, встаешь, это уже хорошо тебе. Гастроэнтерологи, хирурги, реаниматологи, анестезиологи. Пациентов наблюдают и оперируют целая команда врачей. Только с начала этого года в РКБ провели семь таких операций. Самую первую еще в 2013-м. Все-таки это чужеродный орган, и он может отторгнуться. Поэтому пациенты специально получают необходимую терапию, связанную с подавлением иммунитета, и которая препятствует отторжению печени. Значит, печень торгается по статистике редко. Трансплантология – это всегда шанс жить. Вот если мы сейчас, конечно, мы сейчас отбираем более тяжелых таких вот пациентов, да, и среди них, как видите, очень много молодых, которые после трансплантации могут много-много лет жить. Сейчас расплантации ждут еще 40 пациентов. Юлия Муратова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань.